Это новости на телеканале Губерния 33 в студии Андрей Белов. Здравствуйте. Говорим о главных событиях к этому часу. За последние сутки в Александровском районе произошли две серьезные аварии. Одна из них со смертельным исходом. Около лагеря Солнечной 27-летний водитель «семерки» сбил водителя Рено Логан. В момент аварии 57-летний мужчина стоял на обочине. «семерка» врезалась в Рено, затем в металлическое ограждение. Водитель Логана скончался до приезда скорой. ГИБДД проводит проверку. Другая авария произошла на дороге Александров-Карабанова. 42-летний водитель «Хенде Солярис» выехал на встречную полосу и врезался в Ларгус. От удара Ладу отбросила в сторону, где она врезалась в другую иномарку. Двое водителей пострадали. К другим темам. Во Владимире состоялась отправка добровольцев в зону специальной военной операции. Традиционно она прошла в Доме культуры молодежи. В торжественной обстановке на службу проводили 14 бойцов. Подробности далее. Быть храбрым защитником семьи и страны. Именно такой пример должны подавать настоящие мужчины, считает Алексей. Сегодня он отправляется в зону специальной военной операции. В родной деревне Губино близкие уже проводили его на службу традиционным застольем. Сегодня Алексей приехал один. Есть много знакомых на передовой. Решение принял. Довольно-таки полгода ушло на решение. Но я думаю, что кому-то надо защитить родину. И это правильно. Родители. Ну, родители. Матушка, брат, сестры, сын, дочь. Остались дома, да. Переживают очень сильно. Я думаю, что всё будет хорошо. Сначала все мужчины отправляются в учебные части Минобороны. Там они пройдут учебную подготовку и познакомятся с опытными товарищами. Узнают о новом оружии и тактике ведения боя. После этого их распределят по военным подразделениям. Сейчас инструкторы довольно грамотные. Все, с прошедшим боевым опытом, которые вас обучат, научат подогнать вам. Абонирование, бронежилеты, каску, автомат. Всё сделают для вас там. Только, главное, слушайтесь. Ну и самая главная задача. И что хочу вам сказать, самое главное, чтобы вы, когда подготовитесь, при выполнении задачи, боевой задачи или учебно-боевой задачи, разной будет задача вам стать, чтобы вы выполнили её в счастье. С духовным наставлением к добровольцам обратился священнослужитель свято-казанского храма города Владимира, отец Артемий. Вместе с бойцами он прочитал молитву, а после благословил и окропил святой водой. Благодать святого духа. Спасибо, Господи, люди твои. Пополнить ряды добровольцев может любой желающий. Во Владимире пункт отбора на службу по контракту находится на улице Первой Пионерской, 92. Здесь можно пройти медосмотр и с помощью экспертов определиться с подходящей воинской специальностью. Также можно обратиться в военный комиссариат по месту жительства. Илья Морозов, Александра Маркина и Татьяна Семёнова. Более тысячи работодателей региона готовы предоставить жильём или компенсировать его наим своим сотрудникам. Об этом рассказал министр труда и занятости населения Владимирской области Андрей Григорьев. Сегодня состоялся брифинг, посвященный главному кадровому событию года – Всероссийской ярмарке трудоустройства. Её региональный этап пройдёт 12 апреля. Уже сейчас на участие заявилось около ста работодателей. Они готовы предложить жителям нашего региона более четырёх тысяч вакансий в самых разных отраслях – от промышленности до сферы услуг. В ходе ярмарки соискатели смогут пройти собеседование сразу с несколькими работодателями, что поможет более взвешенно принять решение о смене деятельности. В своё время у нас была очень большая безработица. На сегодня безработица у нас самая низкая. Всего на учёте стоит в качестве безработных 2800 человек. Вот в этом году уже. Поэтому кадровая потребность, она, естественно, присутствует, потому что на сегодняшний день у нас вакансий больше 21 тысячи. Естественно, производство расширяется, трудовые ресурсы нужны. Сотрудничество в области технологий поставки сырья и оборудования. Владимирский хлебокомбинат налаживает партнёрские связи с Китаем. Совместные инвестиционные проекты обсудили во время визита делегаций с провинцией Шаньдунь во Владимирскую область. Гости из Китайской народной республики посетили производственные линии хлебокомбината и познакомились с историей предприятия. Подробности расскажут мои коллеги. Цель приезда делегации хлебопёков из китайской провинции Шаньдунь – знакомство с одним из самых передовых хлебопекарных предприятий в России, изучение его технологий и практик работы. Также гости заявили об интересе к продуктам из России, в том числе к замороженным хлебным полуфабрикатам от Владимирского хлебокомбината. Очень рад в этот раз познакомиться с Владимирским хлебокомбинатом, увидеть производство, изучить его историю. Это компания с большой историей, хорошими технологиями, хорошей логистикой и хорошей продукцией. Мы узнали много интересной для нас информации. Мы готовы изучать опыт и говорить о сотрудничестве. Владимирский хлебокомбинат выпускает около 180 тонн хлебобулочных изделий в сутки. В ассортименте 240 наименований продукции, контроль качества – строжайший. Среди приоритетов компании – развитие технологий и выход на новые рынки. Партнёрские связи с Китаем – одно из перспективных направлений сотрудничества. Обсудили дальнейшее развитие, инвестиционные проекты. Наша группа компаний всегда развивается, и у нас много инвестиционных проектов, которые мы планируем реализовать. И как раз сейчас китайские представители хлебопечения, они хотят развиваться на территории Российской Федерации. И мы считаем, что это будет хорошее развитие совместное на нашей территории. Развитие экономических связей с Китаем поддерживают и в региональном министерстве сельского хозяйства. Группа компаний «Делавант» – это не просто Владимирский хлебокомбинат, каким мы сегодня его себе представляем. Это крупные предприятия замкнутого цикла, которые обладают ещё и порядка более 2000 гектаров земли сельхозназначения, выращивая зерно для собственных целей. Сегодня, конечно же, необходимо пересматривать логистические цепочки, обеспечение новым оборудованием, современным оборудованием. Это технологические линии, это новые печи. Качество продукции Владимирского хлебокомбината в очередной раз отметили на крупнейшей международной выставке в Москве. Группа компании «Делавант» получила награды, включая гран-при конкурса «Лучший хлеб России», в очередной раз подтвердив репутацию одного из самых передовых производителей в стране. Александра Реутова, Оксана Любимова и Татьяна Семёнова. В Вязниках открылся четвёртый в регионе центр общения старшего поколения. Ранее подобные учреждения были открыты в Суздале, Гусь, Хрустальном и Камешково. В центре пенсионеры найдут все условия для активного долголетия. На открытии состоялся праздничный концерт. Для гостей выступили творческие коллективы районного дома культуры. Затем гостей познакомили с концепцией нового центра. Здесь люди, достигшие серебряного возраста, смогут знакомиться, обмениваться опытом рукоделия, садоводства и кулинарии. Лекционный зал для тематических встреч и индивидуальных консультаций сотрудниками полиции, банков, адвокатами и нотариусами. Поскольку у нас это четвёртый центр общения старшего поколения, будем дружить центрами, будем проводить совместные мероприятия. Первое у нас запланировано на 11 апреля. Мы проведём в режиме видеоконференция связи игру «Что, где, когда». Каждый центр выставят по одной команде. И вот они будут бороться за звание самой дружной интеллектуальной команды Владимирской области. В компьютерном классе пенсионеров ждут захватывающие путешествия по просторам киберпространства. В центре также планируются мастер-классы, спортивные мероприятия и экскурсии. Для любителей спокойного отдыха – настольные игры, мини-библиотека и кинопоказы. Я думаю, эта площадка будет не только для старшего поколения, но и молодёжь тоже будет привлекаться для общения и передачи опыта, так скажем. Вообще в районе очень активные наши пенсионеры. Даже те пенсионеры, кто не стоит в общественных организациях, они посещают Дом здоровья, занимаются скандинавской ходьбой. Посещают почти все мероприятия, которые проводятся управлением культуры. Они очень активны в общественной жизни. Воспитание живой природой. Необычный проект реализует благотворительный фонд помощи диким и домашним животным «Ангела Дом». Автор утверждает, что общение с животными способствует всестороннему развитию детей. Подробности расскажет Александра Маркина. Ради приюта для животных Ангелина Владимирова продала квартиру в Суздале. Купила участок в селе Большое Борисово и построила вольеры вместе с волонтёрами. Помимо спасения животных, у фонда «Ангела Дом» есть ещё одна важная миссия, рассказывает Ангелина. Детки сюда приходят заниматься с животными, учиться с ними правильно, взаимодействовать. Самая главная цель и миссия фонда – это, конечно, обучать посредством природы детей, обучать их общению с животными. И через это дети легко понимают уже, как правильно общаться и с людьми, соответственно. Они умеют, научаются обращаться собственными эмоциями, контролировать собственные эмоции, понимать других существ. Метод, который практикуется в приюте, называется канистерапия. Она помогает детям справиться с тревожностью и страхами, снимает напряжение и укрепляет характер. Лора Панина – психолог, эксперт по канистерапии. Она регулярно посещает «Ангела Дом» для проведения занятий. С собой приводит специально обученных четвероногих помощников. Детки у нас сегодня были разные. Детка норма, детки у нас ОВЗ. И взаимодействие с собачками на этом основании построено было разное. Возможно, оно будет видеться как только элементы какой-то дрессировки, что мы команду отдаем. Но на самом деле здесь более глубоко. Чтобы управлять собакой, тоже нужно обладать какими-то определенными качествами. У кого-то это легко получается. Кто-то, как мы видим, не может даже корм в руке удержать. То есть не получается. Собачка раз – и выхватил. У Александры семеро детей. Из них пять ходят заниматься с собаками и психологом. Женщина уверена, что канистерапия благотворно повлияла на детей. У нас сын Николай пошел с той целью, чтобы научиться более контролировать свои эмоции. Это была главной задачей. И я считаю, что занятие нам очень сильно помогает. Он действительно стал более контролировать себя, более дисциплинирован. Это очень много значит. Ему сейчас 12 лет. Такой возраст, когда это нужно и в школе, то есть и в учебе, и дома, и в каких-то таких творческих процессах самодисциплина. В планах у организаторов расширить виды терапии для детей. Помимо птиц и собак, помогать детям будут с помощью самых разных животных. Александра Маркина и Артем Михайлюта. На этом наш выпуск завершен. За развитием событий следите на сайте TRC33.ru и в социальных сетях. А если у вас есть интересная информация, звоните в редакцию по телефону 32-62-33. Я с вами прощаюсь. Итоговый выпуск новостей выйдет в эфир ровно в 19.00. Не пропустите. Редактор субтитров А.Семкин